многих радиослушателей мужчин волнует вопрос а стоит ли признаваться жене в измене сегодня в прямом эфире на эту тему выскажется два главных специалиста в этом вопросе травматолог и патолога анатом нашего города мама дай мне чаю вовочка попроси по-хорошему мама дай чаю по-хорошему дама входит в метро мужчина поднимается со своего места но она кладет ему на плечо свою руку сидите он хочет снова встать но на опять я говорю вам сидите через пару остановок пассажир робко спрашивает а когда можно будет встать я пропустил уже четыре остановки главный закон синхронного плавания если у одной судорога тонет вся команда ксению собчак покусали осы и теперь она очень даже ничего разговор у психиатра доктор каждую ночь вот уже на протяжении полугода мне снится один и тот же сон я где-нибудь ну там в баре в ресторане на улице знакомлюсь с одной и той же очаровательной девушкой мы идем ко мне домой она исполняет стриптиз и до самого утра мы с ней занимаемся любовью а что вы от меня хотите да задолбала она меня хочу другую коллега а вы специалист какой области медицины я проктолог а я гинеколог соседи значит два состарившихся футболиста договорились кто первый умрет сообщить другому если на небесах футбол и вот один из них отправился на тот свет через три дня вышел на связь с другом дружище у меня для тебя две новости одна хорошая другая плохая ну говори сначала хорошую футбол здесь играют а какая же плохая игра в ближайшую пятницу и ты в основном составе мужики ответственно заявляю вам что если женщина зовет вас на чашечку чая то это грубая уловка и бессовестный обман чай возможно будет только утром ждать придется всю ночь мужчина возле подземного перехода выбирает букет цветов там много теток стоят торгуют цветами и букетами он подходит выбирает нюхает тут с дальнего конца голос тетки продавщицы мужчина мужчина у меня понюхайте неделю стоять будет